Сыктывкар принимал открытый турнир по рукопашному бою среди сотрудников столичного батальона ППС. На татами вышли 25 спортсменов, как ветеранов, так и новичков. За поединками наблюдал Максим Катаев. Первенство приурочено к 24-й годовщине вывода войск из Афганистана. Поэтому первое приветственное слово за председателем правления Республиканского союза воинов-интернационалистов. Петр Байда заявил, война в той дальней стране уже история, но многие полицейские прошли через горячие точки современной России. Если бы не ветераны боев действий, если бы не правозащитные внутренние войска, милиция, если бы не отстояли именно нашу безопасность на Северном Кавказе, то, наверное, нам не было бы так спокойно жить. Требования к подготовке стражей закона жесткие. И сегодняшний турнир – совершенствование профессиональных навыков. Рукопашный бой практикуют все сотрудники столичного батальона ППС. Это элементы и бокса, и каратэ, и борьбы. Навыки, которые необходимы патрульному на улице для задержания нарушителя. Залом руки и подсечка – это основные приемы, которые, как правило, применяют бойцы ППС против нарушителей. Но если человек ведет себя уж очень неадекватно, могут действовать жестче. Сегодня судьи решили – по-настоящему жестко соперника не атаковать, чтобы турнир прошел без травм. Уже вечером многим участникам предстоит выйти на службу. Есть те сотрудники, которые первый раз хотят попробовать свои силы, показать, как говорится, себя, ну и посмотреть на других, и какой-то опыт получить от первых соревнований. Работа, работа, не стоит! Давай, первый день! Иван Носков именно среди новичков. Рукопашным боем начал заниматься в армии. Сегодняшний турнир среди полицейских – первый для спортсмена. На наш вопрос, приходилось ли ему использовать приемы на службе, он ответил следующее. Для меня еще не приходилось, но, надеюсь, никогда не придется это использовать. Всех сотрудников, завоевавших золото, руководство обещало наградить грамотами и ценными подарками. Максим Катаев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.